Остаться вместе возможно, если твое сердце правильно настроилось по отношению к любви. Можно любовь предать и тем, что ты ее сильно жаждешь, и тем, что ты от нее впал в зависимость. Понимаете? То есть с любовью очень трудно, потому что это энергия, которая требует особого отношения к себе. Это энергия, самая главная энергия Бога. Самая главная энергия Бога. Поэтому есть только один выход. Правило очень простое. Нужно сначала полюбить сильнее всего обладателя этой энергии, обладателя, и зависеть только от него. А тогда со всеми остальными у тебя будут нормальные отношения. Потому что если ты обладателя этой энергии любви еще не полюбил сильно, а, допустим, человека, который наделен этой энергией, полюбил сильно, то ты 100% человека с Богом перепутаешь. 100%. Девушка имеет божественную энергию в себе. Красота, нежность, чистота, это Богом дается ей. Она не обладательница. Мы знаем, девушка теряет красоту с возрастом, может потерять чистоту, если неправильно живет. Она не обладает этой силой. Если бы обладала, она бы не теряла ничего, так сохраняла себе. Ну, то есть, человек может все потерять, но Бог ничего не теряет, у него все вечно остается. Поэтому Бог обладатель энергии любви. И если человек, девушку с Богом перепутал, мужчина, какой результат? Он теряет человека. Почему? Потому что человек не может вытерпеть такую веру в него. Если я сильно в человека верю, именно в любви, ну, верю в любви, то есть, отдаю себя так сильно человеку, он никогда это выдержать не может. Вот поднимите руку, кто из вас, вас сильно так полюбили, зависеть от вас начали, и вы не смогли быть рядом, бросили человека. Куча людей. Невозможно. У меня огромная сила. Тебя что-то из тебя вытягивает. У меня на лекции такой был случай один раз. По-моему, в Егатеринбурге. Один парень встает, говорит, Олег Геннадьевич, помогите решить вопрос. Мы так любим сильно друг друга с девушкой. Вот мы счастливы бесконечного отношения. Я говорю, стоп, давайте разделим эти две вещи. Вот сильно любите и счастливы. Я девушку, она рядом сидит, говорит, спрашиваю, вы, говорю, его любите? Она говорит, да. Вы счастливы в отношениях? Она говорит, нет. Она на нее смотрит, говорит, ты счастлива, ты что? Я говорю, давайте вы только о себе будете говорить. Он говорит, Олег Геннадьевич, она капризничает просто. Она на самом деле счастлива со мной, очень бесконечна. Я говорю, да, очень интересно. Говорю, вам хорошо с ней? Он говорит, мне очень хорошо с ней. Я бы с ней постоянно был, днем и ночью. Я ее спрашиваю, вам хорошо с ним? Она говорит, он меня замучил. То есть, видите, она еще и любит, к тому же, да? Еще любит, но уже не может почти. Почему? Потому что он жаждет ее, он не контролирует энергию любви, он не достойен этой энергии любви, он ведет себя с ней неправильно. Какой результат? Результат всегда один и тот же. Вот такой. И я попытался этому парню объяснить, хотя он меня с трудом понимал. Я ему говорил, что ты должен успокоиться, начать молитву, работу над собой. Тебе нужно перестать зависеть от этой девушки, а наоборот, дарить ее любовь. Понимаете, есть разница. Энергия любви же может в разную сторону течь. Одно дело дарить. Вот, допустим, сына в армию провожаешь. Как зависеть? Что значит зависеть от него в любви? И что значит дарить? Зависеть в любви означает ныть, плакать. Как солдаты меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала. Куда же ты, Ванек? Кой куда ты, Не ходил бы паренек во солдаты. В красной армии штыки. Чай ляльнуться. Без тебя большевики обойдутся. Понимаете, это зависимость. Помогает она своему сыну или нет? Нет, она разрушает его жизнь в это время. Второй вариант. Это называется независимость уже, а отдавать любовь. Маруся от счастья слезы льет, как гусли, душа ее поет. Она тоже ей тяжело, она плачет. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Понимаете, это значит победа будет. То есть она тоже как бы ей тяжело, но у нее ясные глаза. У нее все нормально, она молчит. Она благословляет своего близкого человека. Это предвещает победу всегда. Это благоприятный знак. Что женщина сильная, сильно настроена, с верой настроена, означает достойно не только любви, не только любви достойно, а также и победы. Понимаете? К любовью надо знать, как относиться. Не так-то просто ее заслужить. Понимаете, если ты, ну как бы, вот так настроилась, допустим, начала божествлять человека, настроилась на него, как на Бога, все, вот ты потеряешь человека. Что значит настроиться, как на Бога? Рассвет, когда мужчина приносит, это хорошо. Только надо понять, кто приносит-то рассвет. Рассвет кто приносит? Господь. Солнца луч, кто приносит? Цветы кто приносит? Господь. Надо разделять. Это Господь приносит любовь. Это Господь приносит рассвет. А человек имеет божественное в себе и человеческое. Потому что если ты увидишь в нем человеческое, вдруг неожиданно, ты сильно разочаруешься. А если ты вообще его не увидишь, тогда он тебя бросит. Поэтому не очаровывайся, чтобы не разочаровываться. Нужно контролировать себе эту энергию любви, иначе будет вот такой результат. А верила, и больше ничего. Запомнили? Видите, верить надо в кого? Бога. Видите? Есть любовь как служение, есть любовь как жажда и как вера. Понимаете, любовь как служение всегда гарантированно оставляет человека рядом. Потому что ему хорошо с тобой. Любовь как жажда вызывает напряг у человека. А любовь как вера разрушает отношения немедленно. Тут же. Понимаете? То есть, если ты полюбил как веру человека, как веру, то он даже с тобой рядом не останется. Ты не сможешь его удержать, потому что это невыносимо просто физически жить рядом с тем, кто тебя верит. Или ты становишься Богом, гордиться начинаешь с собой, или просто тебе противно, или холодно становится. То есть, перетягивание очень сильной энергии любви на себя происходит. Ее можно перетянуть энергией любви, у человека пустота возникает. Вот поднимите руку, вот кто сейчас вот такая ситуация, вы встречаетесь с человеком, вам приятен был человек, а сейчас он вас сильно любит, а у вас как-то от него отшибло, поднимите руку. Вот результат. Ну, то есть, он... Вот то, что вы сейчас, я об этом и говорю, понимаете? То есть, вот это вот дальше, вы его бросите, если, то дальше у него будет вот это вот в жизни. У него в сердце, на годы. Поэтому бросать не надо, надо его успокоить. Слушай, слушай, успокойся. Не бросайте его, не думайте, что как бы у вас нет к нему чувств. Чувства есть, просто он их замучил, перетянул на себя. Нужно человека успокоить, привести в нормальное состояние. Иначе все разрушится. Может быть, хороший человек. Есть другие варианты, например. Вообще, как бы, если говорить о классике, вот создании отношений, то там тоже не все так просто. Классика такова, что парень должен сильно полюбить и добиваться девушку. А девушка должна изучать его, наблюдать. И хорошо, если у нее сразу сильного чувства не возникает. Потому что, если у нее чувство возникает, она на себя начинает его перетягивать, его вообще отшибает. Важно, чтобы она смотрела, видела, человек хороший, хороший человек, все. Но при этом, как бы, есть симпатия, но, как бы, нет глубоких каких-то сильных чувств. И он пытается добиваться. Теперь второй вариант. У девушки возникло сильное чувство, парень не добивает. Все, патовая ситуация. Девушка добиваться не будет, потому что это так не положено. Она будет ждать, когда он будет прилагать усилия. А у нее не будет усилий, потому что она уже влюбилась, перетянула на себя, все. Поэтому, вот, девушки, если вы в кого-то влюбились, а он, как бы, замороженный ходит, значит, тогда забудьте этого человека. Иначе вы на годы потеряете возможность быть замужем. Будете думать, вспоминать, надеяться. А надеяться не на что. Есть только один выход, это начать молиться Богу, стать самодостаточной и пересилить. Стать самодостаточной, посмотреть на него. То есть, эта энергия любви пойдет на него, долбанет ему по мозгам. И он... А вы... Как женщина должна вообще быть настроена для того, чтобы точно гарантирован выйти замуж? Девушки меня спрашивают, как бы, как вот настроиться, какой быть, чтобы точно гарантированно выйти замуж? Гордый вид храня, означает сила. Девушка меня сегодня спросила, когда, Олег Геннадьевич, я выйду замуж? Когда, гордый вид храня, я красотой маня, тогда замуж. А по-другому никак, потому что надо быть сильной, справиться надо с этой энергией любви. То есть, надо стать ее достойной, надо стать сильнее этой энергии, стать достойной. Тогда замуж сразу, моментально. А если нет, значит нет. Девушка должна еще знать, как дальше себя вести в отношениях. Потому что некоторые сразу, ой, он меня полюбил. Как надо себя вести? Надо держаться на дистанции от энергии любви. Ждать, пока мужчина не созреет в отношениях, не станет серьезным. Держать на дистанции человека. Изучать его. Потому что любовь зла полюбишь и козла. Некоторые девушки такие, раз увидела парня, он там добивается, и она такая, чувствует, ничего не происходит. И дарит ему весь мир. А потом другая, как бы, вышла за него, а он оказался такой классный, а ты на что смотрела? Просто неправильное восприятие. Он полюбил тебя, у тебя ничего нет. Терпи, жди. Иногда 2-3 года надо на это дождаться. Есть такая тяжелая судьба у женщины, что она полюбила, его отшибает. Он полюбил, ее отшибает. Почему? Потому что у нее сильное желание выйти замуж. Вот это сильное желание или сильное желание любви является признаком плохой судьбы. То есть она сильно зависима от этой любви. Это значит, вообще замуж не выйдешь. У меня есть одна родственница в такой ситуации. Она говорит, как мне замуж-то выйти? Я говорю, только один вариант. Тебя полюбят, а ты будешь служить этому человеку. Не выпендриваться перед ним? Одна девушка мне говорит, Олег Геннадьевич, уже вот вы сделала, как вы сказали. Прошло 2 года, что-то я его не полюбила. Я говорю, а вы ему служите или он за вами бегает? Он за мной бегает. Так вот и не полюбила. Потому что если ты хочешь полюбить человека, ему надо служить, заботиться о нем. И тогда благодарность в его сердце вызовет любовь. Потому что вместе с благодарностью ты в нем увидишь красоту. Да, человек благодарен, он очень красивым становится. Благодарен именно, независим от тебя. Когда ты ничего не делаешь, не слушаешь ему, он неблагодарным становится, а выжатым, как лимон. Он тебе служит, а взамен ничего не получает. Он тебя любит, а взамен ничего не получает. Он выжимает, становится кислым, несчастным, замученным. И все. Ты выжимаешь его просто, как лимон, и потом пинка под зад. Неправильное поведение. Полюбил тебя человек, у тебя чувства к нему нет. Хороший человек. Вынь золото из грязи, да помой. Начни служить. Не надо светить, пожалуйста. Не светите, осветляй. Начни служить ему. Начни заботиться. Служить хочется, когда есть любовь, а если нет, как будешь служить? Вот в этом весь секрет. Если ты хочешь любви, начни служить, и чувство долга. А не потому, что тебе нравится ему служить. Понятно, что женщина служит, когда ей человек нравится. А надо служить, и чувство долга начать. Даже если еще не нравится. И у него благодарность в сердце пойдет. Благодарность пойдет, ты увидишь его чистоту, его красоту. И тогда он тебе понравится. Иногда женщина вот живет рядом, говорит, Олег Геннадьевич, не нравится, не нравится, что делать? Он тебя переслуживает. Он на тебя сильнее заботит, чем ты о нем. А ты сильнее будь. Пересиль его, сильнее заботься, чтобы он тебе понравился. Один ученик подошел к наставнику, говорит, я человека не люблю одного, монаха. Ну, не переношу ему. Наставник, ну, помогите мне, чтобы я его переносил. Что делать? Он говорит, очень просто. Тебе надо ему служить. Как только начнешь ему служить, сразу увидишь в нем чистоту. И тут же он тебе понравится. А ты позволяешь ему себе служить. Поэтому он тебе и не нравится. Представляете, как все просто, оказывается. Ну, как непросто это сделать. Поэтому тема сложная для понимания. Вот сейчас я вам говорю об этом. Ты говорил мне о любви. То есть я говорю вам о любви. Но разговор напрасно начат. Слова вы слушали или мои. Ну, ничего они не значат. Понимаете? Это очень трудная тема. Очень трудно понять это все. Поэтому надо изучать дальше и дальше и дальше. Поэтому книжку вы теперь имеете. Назвать «Жизнь любви. Читайте». Изучайте дальше, изучайте дальше. Потому что сложно. Все очень сложно. Ну, допустим, Олег Геннадьевич, если мы ругаемся, меня спрашивают. То значит ли это, что мы не любим друг друга? У нас нет чувств друг к другу. Мы ругаемся. Холод в отношении. Значит ли это, что мы не любим? Это значит, что вы предали энергии любви. Вы все время требовали друг от друга. Она теряла свою силу. Постепенно вместо любви отвращение. Потому что это вторая сторона. В любви это отвращение. Неприязнь к человеку. Вот вас человек бросил, у вас будут два варианта всего. Вы его любили, если два варианта будут. Первый вариант. Любовь останется. Вот как это. Что тебя заставило предать мелодию любви. Второй вариант. Неприязнь к человеку. Это, ну, это любовь со знаком минус. Неприязнь означает, что ты разбил моё сердце. Неприязнь. Твёрдое такое отторжение человека. И вот этот результат происходит в совместной жизни. Люди служить друг другу не хотят. Всё время что-то конючат друг от друга. Любовь. Энергию любви божественную. Оскорбляют своим поведением. Результат разрушения любви. Сердца каменные становятся. Трудно даже смотреть на человека. И некоторые думают, давай-ка, Олег Геннадьевич, мы сейчас разойдёмся. И начнём всё заново. С кем-то другим. Заново не начнёте. Потому что энергия любви одна и та же. Ты её предала с одним человеком? Что думаешь, она там с другим сразу обрадуется тебе? Нет, она будет такой же несчастной. Потому что это энергия Бога. Она никуда не делась. Она живёт в твоём сердце. Ты с этим человеком не разобралась, побежала дальше. Ничего не получится. Надо сначала с этим разобраться. Поэтому девушка, она говорит, вот меня муж бросил с двумя детьми Олег Геннадьевич. Всё, у неё там семья, ребёнок. Я замуж не могу выйти. Я говорю, а что вы делаете? Она говорит, тебя пытаюсь его забыть, 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 забыть. Я говорю, а это неправильный путь. Если ты от одного мужчины к другому хочешь уйти, такой дороги нет. Есть только путь от одного мужчины в пустыню. Потому что для того, чтобы получить другого человека, ты должна очистить свои отношения с этим, прощать его, просить прощения, светлую память оставить о нём. И даже если к нему вернуться невозможно, то Бог, как только ты свою любовь вернула себе, очистила, тогда Он заменяет одного человека на другое. И получишь теперь возможность жить дальше. А если ты бросила, сама и ушла, то дальше что будет? Со мной вот что происходит. Ко мне и мой старый друг не ходит, а ходят праздные суете, непостоянные нити. А дальше будет то, что Бог вообще закрывает вот эту вот нить, связь, и говорит, хочешь влюбляться, влюбляйся, нет проблем, но семьи не будет. А если будет, то непостоянная. А я почему? А потому что ты предала любовь, бросила. Я тебе дал человек, с которым ты должна жить. Ты не служила ему как надо, не заботилась. Мелодия любви стала оскорняться. Потом ты решила, так нафиг он мне нужен. Бросила и пошла к другому. Да где вы в природе такое видели? Или вот, допустим, зубы у меня, допустим, я в прошлом году у вас, позапрошлым, был с флюсом таким, зубы мне болели. Зубы, допустим, не чистишь, вонять они начинают. Думаешь, дай-ка их всех повырываю. Они меня замучили уже. Или нога загнила, отрезать. Вы же так не думаете? Зубы надо лечить, ногу лечить, а мужика пинка под зад. Так это тоже твой мужик. Или ребенка, допустим, он замучил. Вы же не бросаете его. А мужика пинка под зад. Вот интересная философия. А Бог точно так же тебе, как и ребенка, так и мужчину дал. Разница никакой. Как зубы он тебе дал, как ногу, так и мужчину. Разницы нет. Поэтому бросить нельзя. Одна моя знакомая ситуация такая. Она мужа бросила. Он верен ей остался. Ждет. Она с одним пожеланием ничего не получилась, со вторым пожеланием ничего не получилось. Говорит, что делать-то? Я говорю, вы должны его успокоить. Молиться так, чтобы сердце его успокоилось, чтобы он был удовлетворен. А уже прошло 15 лет. Говорю, если он не будет удовлетворен, не будет у вас счастья, потому что на чужих костях счастья себе не построишь. Пошла, начала общаться с ним, успокоила. Сейчас потом нормально все. Создала себе нормальную семью. Видите, как опасно. С энергией любви надо быть осторожным, иначе будут проблемы. Допустим, бросила человек. Что делать? Уже бросила. Прошло несколько лет, ничего не получать. Что делать? Возвращаться. Не хочу возвращаться. Мне хочется лучше. Твои проблемы. Что положено, то и получи. Солдат в армии служит. Говорит, я не хочу, как бы, вот мне положили вот эту кашу, я другую кашу. Хочу. Прапорщик подходит, говорит, тебе эта каша положена. Он говорит, это положено. Вот что положено, то и ешь. А если каша не положена, он говорит, не положено, не ешь. А я хочу получше. Ну, хорошо, проэкспериментируй. Возвращаться назад, если ждет. А если он пьяница, тогда ты возвращаешься назад и говоришь ему, бросишь пить, буду с тобой жить. Не бросишь, не буду. И это значит, что не ты его бросаешь, а он тебе. Потому что с пьяницей, дебоширом, развратником, криминалом жить невозможно. Чтобы жить человеком, он должен быть достаточно чист для любви. Любовь в насилии не живет. Но бросать пьяницу тоже нельзя. Нужно ему ставить условия. Требовать выполнения, жить отдельно. И если он не справляется с этим условием, ты можешь ему поставить срок, ждать его, молиться, ничего не получилось. Хорошо, Бог тебе даст другого. Но знаешь, что пьяница, это твоя судьба, это не то, что тебе не повезло. Ты такой была раньше. Потому что Бог дает такого, какого человек заслужил. Все. Второй вариант. Ты вернулась назад, а жить с ним не можешь. Он хороший человек вроде, но я его не люблю. Начни служить. И полюбишь. А если я ему возвращаюсь, а он уже не хочет со мной жить? Если ты вернулась уже, он не хочет. Бог даст другого. Но не думай, что сильно лучше. Потому что в умные достались в умным, а я досталась тебе. идея. Знаете, есть законы, которые мы не сможем ничего с ним сделать. Вы скажете, Олег Геннадьевич, у меня не так вот получилось. У меня был злой муж и ответственный. И он постоянно на меня наезжал. Я, как бы, мы с ним разошлись, и теперь мне Бог дал доброго и безответственно. Правильно. Вот так бывает. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что в сердце есть, вот, человек не может всю зону сердца заполнить. В нем есть, как бы, одна зона, есть вторая. Допустим, один мужчина грубый, допустим, и ответственный, и серьезный. Не нравится, получи нежного, но не серьезного. Не нравится, опять получишь грубого, серьезного. А так, чтобы не нравится один и получить грубого, серьезного и нежного, такого не бывает, потому что тебе не положено. Ты не дотягиваешь до такого по судьбе. Поэтому надо еще научиться принимать то, что Бог тебе дал. Здесь, понимаете, есть одна большая проблема и у мужчин, и у женщин. Одна большая проблема. Какая проблема у мужчин, у женщин? Проблема такая. У женщины все самое лучшее находится снаружи, а у мужчины все самое лучшее находится внутри. И поэтому женщина, она всегда ослеплена собой, это помогает ей быть красивой, но мешает выйти замуж. Почему? Потому что она переоценивает себя всегда, женщина. Переоценивает. Смотрит на мужчину, думает, что-то мне положено лучше. И вот если женщина сильно себя переоценивает, не родись красивой, а родись счастливой, она тогда вообще замуж не выйдет. Потому что ей Бог дает и дает, как бы, мужика, как ей положено. Она думает, там мне положено лучше. Ну, извини, тебе же не положено лучше, что ты не ешь? Ешь, что положено. Понимаете? Еще один момент. Как бы мужчины зрелые один на десять, потому что, понимаете, мужская красота, это зрелость. Когда мужчина зрелый, ответственный, это на расхват и так. Даже в очереди не выстоишь, не получишь, понимаете? Потому что вот зрелый мужчина женится один на десять. У него выбор один на десять, понимаете? Поэтому есть только один шанс нормальный выйти замуж, это найти мужчину в правильном направлении, который идет. Он вектор жизни правильный выбрал, но еще не дошел до нужной точки. Найди такого себе, выходи замуж, помоги ему дойти. И потом радуйся, что он у тебя такой вот. Понимаете? Отвыкатить сразу, как бы, нашему теляте до волка съесть. То есть, надо мыслить разумно. Теперь, какая проблема у мужчин? У мужчин проблема такая. Мужчины, слушайте меня внимательно. Я не знаю, вы сможете это понять или нет, но надо все равно попробовать. Мужчины, смотрите, чем девушка красивее, красота в женской психике, красота, это ее амбиции. Запомните, чем больше красоты у женщины, тем больше она будет выносить вам мозги. И поэтому вы должны взвесить свои возможности. а если мужчина свои возможности не взвесил, значит, тогда результат один. Он женится на этой девушке, а выдержать натиск ее желаний не может. И в результате какой результат? Разруха семьи. Поэтому ты посмотри, на что ты тянешь. Вот на таких и смотри. А если не тянешь, то не смотри. Потому что если ты не тянешь и смотришь, тогда будет плохо очень. Алина Геннадьевич, она хочет от меня вот столько, а я не могу дать. Ну, извини, меня нечего было брать. А че это она так хочет столько? А че это она красивая и хочет? Потому что насколько девушка красивая, настолько она и хочет. потому что красота-то это и есть ее эгоизм. Твой эгоизм это ты же насколько начальник настолько и хочешь себе красивую. Вот а она насколько красивая, настолько хочешь себе начальника. То же самое. Ну, то есть мужчина наслаждается женской красотой, а женщина наслаждается может теми деньгами. Один мужчина меня спросит, ну ты несправедлива Олег Геннадьевич, почему она так хочет от меня много денег? Я говорю, как несправедлива? Ты хочешь от нее много красоты, она хочет от нее у тебя много денег, все справедливо. Вот женщины как раз это понимают. Они говорят, ты меня что замуж взял, взял бы себе какое-нибудь зачуханное? Она бы тебя ничего не хотела. А я смотри-ка как красивая. Мне надо больше. Так или нет девушки, я правильно все говорю? Совершенно видите, аплодисменты. Поэтому будьте осторожны. Видите, и у женщины есть проблема, и у мужчин проблема. Женщина хочет себе влиятельного мужа, а на дороге они не валяются, вообще одна остается. Потому что у мужчины есть два вектора в жизни, или деградация, или прогресс. Понимаете, когда мужчина деградирует, лучше с ним не связаться. Вот он хороший, он может быть влиятельным, но он идет вниз, спивается там, еще что-то. Он влиятельный, сильный человек, но идет вниз. Ошибочно за него выходить замуж. Это очень опасно. Конечно, его можно вытащить из штопора, но очень сложно. Нужно много силы, лет жизни потратить. Второй вариант. Он не влиятельный, но идет вверх. Вот самый лучший вариант. Человек правильно живет, но такой еще слабенький. Потому что когда он будет сильным, на вас он смотреть не будет. Я уже об этом сказал. Я вам рассказываю просто об этих вещах, потому что люди всегда хотят больше, положено. Вот это проблема. А положено столько, сколько положили. Понимаете? И здесь ничего уже не сделаешь. Парень хочет более красивую, потом не выдерживает. Один мой знакомый приехали в Индию, зашел к моему знакомому бизнесмену, гости. У него очень красивая жена. Я пытался лечить, ничего не помогает. Очень чувствительная. Чем красивее девушка, тем чувствительная, тем тяжелее лечить. Вот. Очень красивая, очень разумная. Вот. Но она не сильно требовала, там было просто очень красивое украшение изумрудное, дорогое. Не требовала. Я говорю, давайте померим это украшение, кажется, оно ей подойдет для здоровья. Померили. Подошло. как только одела, сразу лучше ей стало, хорошо все. И она потом его не снимала. И смогла даже выносить ребенка благодаря этому украшению. Но купить ей было его трудно. Почему? Потому что дорогая жена. Понял тогда, что такое дорогая жена? Дорогая ты моя! Дорогая означает дорогая! Бывает такое, ничего не сделаешь. Мужчина кажется несправедлива. Ну как несправедлива? Ну нашел бы себе попроще и было бы все справедливо. Чего ты лез туда? Тебя же никто за нос не тянул. А если вот так, то так, терпи, потому что женщина свои желания отменить не сможет, она с ума сойдет просто. вот ей положено вот так в жизни, а ты не даешь, она будет с ума сходить. Если это нравится, живи хорошо, сумасшедший. Мужчина тоже, женщине хочется, чтобы мужчина был ответственным. Но если ты вот чтобы он был ответственным, тогда победи свою судьбу. Как это сделать? Очень просто. Женщина соткана из влияния. Вот женщина, если видит мужчине недостатки, он деградирует, потому что она благословляющая и проклинающая сила, женщина. Она сама может ничего не делать. Она только или благословляет, или проклинает. Вот женщина сильно благословляет, ей даже работать не надо. Муж будет все получаться, потому что так соткана женщина, у нее такая сила. Это ее природа просто. У меня жена, когда я уезжаю, обнимает, она такая смотрит на меня, говорит, что думаешь, думай о том, чтобы у в дороге все хорошо было, чтобы у все получилось, чтобы выполнил свою волю, своего наставника, и все получится, она так себя ведет. Такая энергия, так у женщины устроена, женщина, у нее такая сила внутри, ей самой ничего не надо делать, надо быть верной женой, благословляет мужа, видеть в нем чистоту стараться, а если она видит в нем только неплохое, а у женщине тоже склонно видеть плохое, она ничего не забывает, увидела у мужа недостатки, запомнила на всю жизнь, сравнивает его с другим, так устроена психика женщины, но если она пересилила себя и начала видеть в нем чистоту, тогда он начал развиваться, вот и получила себе хорошего мужа, благодаря своему труду, труду сердца своему, а не своей лени, потому что лень сердца означает видеть плохое, а труд сердца означает видеть хорошее, а есть еще не просто ленивые люди сердцем, а есть люди, у которых сердце наполнено одним вонючим веществом, понимаете, то есть они только плохое могут видеть и все, а это вообще патовая ситуация, патовая ситуация в жизни, поэтому в священном писании говорят, учитесь видеть чистоту, иначе деградируйте, будете видеть только грязь, разрушать свою жизнь, это очень опасно, вот допустим, страна, когда крепкая и когда слабая, человек, допустим, правит страной, ну, как бы старается, получается, что войны нет, слава Богу, как-то пытается страну поднять, и подопечные гносят все время, страна будет крепкой, не, они разрушают его просто, вот представьте, если один человек о вас плохо думает, легко жить, а если несколько миллионов, вообще невозможно, как с этим можно справиться, поэтому, как возможно, чтобы страна была сильной, да надо просто уважать, терпеть старших, если не так делают, можно постучаться, требовать, просить, понимаете, молиться, когда люди революцию делают, 40 лет надо для того, чтобы восстановить страну заново, потому что новая власть, она постепенно может взять управление, особенно большой страной, это очень медленный процесс, вот допустим, у нас была революция 905 года, только в 50-х годах началась нормальная жизнь, 50-45 лет войн, понимаете, почему, потому что очень трудно поменять все, если поменялась власть, я это о чем вам говорю сейчас, о любви, потому что слишком быстро мы меняем одно на другое, и потом хотим, чтобы разруха в моей жизни прошла, надо учиться принимать человека, и надо учиться в него верить, надо учиться заботиться, исправлять, потому что заново все дело сделать, это очень долго, и еще и может быть непозволительно, понимаете, еще Бог может не позволить даже, ты разрушил то, что есть, значит, потом может вообще тебе быть непозволен, так и будешь в разрухе жить, потому что Бог держит отношения, я ушла от него, вот смотрите, как это все происходит, человек ждет своего близкого человека, от кого он ждет, даже пять рублей в Челябинске не найдешь, если по улице пойти искать, а мы же хотим человека найти, понимаете, это Бог вам показывает, человек, он вас связывает и держит вместе, вы говорите, я от него что-то не могу уйти, ухожу, не уходится, он меня держит, это не он тебя держит, а Бог, между вами есть связь, вот эта нить между сердцами, и Бог держит вас вместе, поэтому не уходится, а когда ты все-таки смогла уйти, разорвала эту нить, вот зачем ей еще тебе одного давать, ты же опять можешь разорвать любой момент, ты не ценишь это, его усилия не ценишь, так зачем тебе нужно еще одного давать, ты сначала раскайся, вернись в своем сердце назад, потом он подумает какое-то время, попробует еще раз тебе кого-то дать, но и не думай, что он будет лучше, потому что человеку дается не то, что он хочет, а то, что положено, потому что только в близких отношениях тяжелая судьба отрабатывается, вот допустим в автобусе едете, вам кто-то там сказал про лысину, про нос, про очки, что вы среагируете? Нет, почему, потому что чужой человек, ну что он сказал, а если близкие что-то не то скажут, среагируйте, вот поэтому Бог и дает близкого человека, чтобы не только мы счастье от него испытывали, а также страдания, потому что так положено в жизни, больше не через кого учить, только через близкие отношения можно учить, причем есть три круга этих близких отношений, первый круг это родители, через родителей Бог намекает детям, говорит, смотри, у тебя вот такая судьба как у них, видишь как они живут, вот тебе так жить не надо, хотя придется, а ты должен побеждать свою судьбу, вот учись, смотри, видишь, вот как они живут, это твоя судьба, вот мы тебе ее показываем сейчас заранее Господь показывает, второй круг жизни, это уже моя судьба непосредственно, тебе показывали, смотри, научилась, поучилась, научилась жить правильно, теперь пробуй, есть еще третий круг жизни, это дети, и ты смотришь и сделать ничего не сможешь, почему, а потому что не доделала в своей жизни, ты не сделала как надо, смотри теперь и мучайся на них, а помочь не сможешь, потому что это уже их жизнь, а не твоя, училась, смотрел на родителей, мучайся, смотри на детей, а чтобы не мучиться, надо самой жить правильно, учиться, и тогда у детей все будет тоже хорошо, почему, потому что ты милость им свою подаришь, у них такая же судьба, как у тебя, поэтому испытания будут похожи, но если от тебя придет милость, испытания закончатся. Субтитры создавал DimaTorzok